Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Сейчас я запечатаю ее письмо, и она ждет советов по этой истории. Будет приятно ее слушать и ваши комментарии, что вы думаете. Смотрю вас часто ваше видео, очень нравится, что вы делаете, дельные советы даете. Также плохо, что лет 10 так назад не было возможности смотреть и начинать задумываться о своей жизни. Начну с того, что я еще в студенческие годы увлекалась психологией, всегда все раскладывала по полочкам и себе, в голове и подругам. Но с мужчинами мне никогда не везло. Не могу сказать, что попадались козлы. Нет, наоборот. Мне всегда попадались хорошие мужчины, с которыми зачастую мы становились хорошими друзьями. Все пошло не так, когда я первый раз влюбилась. Это было невероятно. Мне 22, ему 29. У нас очень яркие отношения, встречи, романтика, песни под окнами и измена, которую я не смогла простить, так как об измене я узнала в кресле гипниколога. Также тяжело я в то время переживала. Похудела на 10 килограмм, выпали волосы, полностью посыпались зубы. Я забыла, что такое есть и пить, но в какой-то момент я взяла себя в руки и решила начать заново. И тут все началось. Я познакомилась с бывшим мужем, вышла замуж и узнала, как жизнь учит, если мы не понимаем звоночков и не слушаемся. Я благодарна Богу, что он сжарился когда-то надо мной, хотя, может, это был мой экзамен во взрослую жизнь. Беременность была тяжелой. Муж вел себя вовсе. До замужества очень скрывался. Я в свое израненное сердце восприятием после любви не могла оценить все реально. Не подумайте, мои родители были против замужества и не поддерживали это решение. Но так случилось, что после скандала с бывшим мужем я решила дать второй ему шанс. И в первую же неделю я забеременела. Сейчас понимаю, что мой сын должен был появиться на свет. Судьба у него такая. Быть моей внутренней силой. Расстались мы практически сразу после родов. Сын родился очень слабым, с огромным списком сопутствующих патологий. Муж, понятное дело, испугался и просто слился. Расстались мы практически сразу. И вот сейчас, уже спустя 7 лет, я понимаю, что это был мой экзамен. Это моя возможность идти вперед и ни перед чем не останавливаться. Я это поняла и приняла. Не пустила руки. Я подняла сына. Сейчас он ничем не отличается от сверстников. Единственное, что он очень гиперактивный. Ему сложно сосредоточиться на каком-то задании. Но врачи говорят, что к 8 годам это должно пройти, если мы будем идти в том же направлении. После того, как мы разошлись с бывшим мужем, больше 4,5 лет я не могла в себе мужчин подпускать. Я ходила на свидание, но не чувствовала искры, влечения. Я не видела потенциала идти дальше. Я понимала, что все в моей голове и постоянно читала различные книги. Разная психология, самоанализ, познание. И когда сыну был год, я вышла на работу и за 5 лет сделала неплохую карьеру. Выучила английский язык за 2 года. Поступила в МВА, менеджер бизнес-администрирования на английском языке. С тренингами в лондонской бизнес-школе. И тут, как гром среди ясного неба, я опять влюбилась. Он первым написал мне на сайте знакомств. Молодой турок. Я не встречала, не воспринимала его серьезно и сказала, что на сайте только штудирую английский язык. На тот момент я была зарегистрирована в 5-6 разных сайтах, но он был непреклонен. Чтобы понимали, ему 38, он из города Бурса. У него своя строительная фирма. Есть увлечение и огромный сад, в котором он обожает работать. Писал потом, что... Сначала писал, потом начал звонить. Потом сказал, что приедет. И тут я поняла, что он просто какой-то секс-турист. И продолжила с ним общаться, но играть. Так как для меня это общение было просто как игра, развлечение. Он приехал. Я долго думала о встрече. Переносила ее, прикрывалась сыном, что не с кем оставить. А он сказал, бери маловую и приходи. Но я пришла. Свидание назначили около дома в ТЦ. Так, чтобы детская комната была рядом. И я могла быстро сбежать, если что. Когда я его увидела в первый раз, меня не то что током ударил, а молния катила. Абсолютно все в нем опоказалось моим родным. Глаза, губы, запах, руки. Мы провели невероятное время. Потом он уехал. И начались смс, звонки. Ну и, конечно же, через три месяца я приехала в Стамбул. Опять же на руках носил, показывал город. В последний день я видела, что он хочет что-то сказать, но молчал. Мы договорились, что лето он прилетит ко мне. Но у него было много работы. И мы решили совместить наш совместный отпуск в октябре. На минуточку мы не виделись полгода, но я не чувствовала, что его нет рядом. Мы были вместе 24 на 7, но в оффлайне, что меня очень убивало. Но зная дату встречи, я успокоилась. И когда мы встретились в октябре, я поняла, что такое быть замужем, что значит быть слабой, женщиной рядом с мужчиной. Я не тянула все на себе. Кредит, сын, работа, учеба, занятия и так далее. Он продумал все до мелочей. Но просил об одном, чтобы я расслабилась. А я за 6 лет настолько закостенела, что контроль во мне уже на подкорке. И с этим я расстаюсь очень тяжело. Но я стараюсь над этим работать. Но все равно прорывается это. И я понимала, что ему мой контроль не нравится. Я пыталась ему все это объяснить, но, видимо, моего английского не хватило на 100% рассказать все. Чтобы вы понимали, мы ни разу не поссорились за год общения. Для меня он был как моя вторая часть, половинка. В последний день нашего отпуска в аэропорту я что-то почувствовала, что что-то не так, что он ведет себя как-то странно, как будто мечется из угла в угол. По приезду домой через 3 дня я поняла, он решил порвать. Он даже не выслал мне наши совместные фотографии. Он отвечал на смс, но сухо. И когда мы решили поговорить, он плакал. Знаю, что туркам это свойственно. Но я опять же взяла себя в руки, опять начала жить. Хоть и сердце, и душа мои были просто опустошены. Я поменяла работу, опять пошла на повышение, опять закончила новые курсы. Но одиночество не приходит. С кем бы я ни пошла на свидание, я все время сравниваю. Да, он мне ничего не обещал. Да, он не знакомил меня со своими родителями. Но он не стесняется отправлять мне, не постеснялся мне отправить свой паспорт, как я его просила. Он всегда звонил мне перед сном. Он обращался с моим сыном очень хорошо, я даже по онлайну общался. Прошел год, а я все равно его вспоминаю, как он обо мне тоже. Иногда он пишет, иногда спрашивает, как я как сын. Фото с отдыха прислал и написал, что уже не так больно. Интересовался как я, как сын, когда началась пандемия, писался периодичностью раз в месяц. И я не писала первый, так как решила его отпустить. Месяц назад он опять написал и сказал, что скучает, что хочет увидеться. Я даже согласилась приехать, но он замолк. Недавно сказал, что я так и не приехала, я спросила про даты, а когда я уже была готова купить билеты, сказал, что ему нужно подумать над этим. Я не хочу впадать в детство и блокировать его смысл. Это ничего не изменит. Руки и голова все равно найдут способ найти его контакт. А что делать, даже не знаю. Понятно жить, развиваться, расти сына, работать и самосовершенствоваться. А пустоту в сердце заполнить я не могу, нечем. Подруги говорят, что очень сильно морально. И это меня пугает, что я могу решить любую проблему. А я просто хочу быть не только счастливой мамой, но и счастливой женщиной. Буду очень благодарна за отдельный совет заранее. Да, с удовольствием расскажу. Очень типичная история. Знаете, в чем проблема? Я могу заблокировать, но я это делать не буду, потому что что? Я оставляю дверь открытую. Меня устраивает то, что меня не хотят, отвергают. Мужчина сделал выбор, расстался. Сейчас идет тягомотина, потому что мужик слабый. Не знаю, по каким причинам он это не потянул. Те отношения, возможно, ответственности не хотел. Вы же вначале на нем написали, что я подумала, вы поняли. Не просто так вы подумали, да? У вас был повод воспринять его как секс-туризм. Развлечение, ничего серьезного. Вот вам и ответ. Он к серьезным отношениям с вами не перешел, ничего не обещал. Это вы уже себе, даже если я обещала, планы какие-то были, вы идеально совпали, все у вас хорошо. Вы не ругались, что вы ответили, в письме отмечали. Все было идеально. Решила расстаться, потому что у него цель была другая. Я не говорю, что он с вами хотел попользоваться, у вас были долгие отношения. Но когда он понял, что вы... У него страх отношений есть, вот так вам проще говоря, скажу. Он видит, что идеально, зацепиться не за что. Но внутренний его страх его останавливает. Он боится. Поэтому он до сих пор один. Поэтому у него есть деньги, он их там как-то копит. Дом, у него есть сад и все прочее. Но он одиночка. У него проблемы есть. В бэкграунде его, в его прошлом, в его опыте. Поэтому он с вами порвал. И дальше вот этот тягомотин, как вы говорите, «Я не хочу быть сильной, я хочу быть при мужчине», это снятие себя ответственности. Вы хотите, чтобы у вас был... Когда женщина говорит, «Я хочу быть слабой, я не хочу нести на себя, я была в вашей роли». Я об этом до этого видео рассказывала. У меня были такие же желания. Все, чтобы кто-то за меня что-то решал. Я хочу быть девочкой на ручке. Я хочу быть за мужиком, чтобы он за меня там решал и делал. Это не вопрос любви. Любовь — это когда любят без каких-то условий, безусловно. Просто человек за то, что он существует, у тебя внутри теплое чувство. А вот то, что сейчас я описала, это было у меня. Я хочу переложить ответственность за свою жизнь, за проблемы на другого человека. Это не повзрослевший внутренний человек. Мне с этим помогла бороться терапия. Я вам рассказала, эти вопросы были все с моим папой связаны. Мне в детстве не хватило. Я не почувствовала достаточно вот этой любви отцовской. У меня ее вообще в принципе не было. У меня отец... Я не знаю, что такое любовь отца. Вот так скажу. Когда спрашивают, ой, ты по папе не скучаешь? Я не знаю, что такое скучать по папе. Потому что по факту у меня его не было в сознательном возрасте. Я была очень-очень маленькой. Я его не помню. Я не помню чувства любви или еще чего-то. Поэтому по папе я не скучаю. Или еще он мне не нужен. Потому что я никогда этих чувств не испытывала. И вот эти чувства... Я... Моя проблема была, может, она и в вас отражается. Я пыталась на мужчин транслировать. Я искала такого себе заменителя папы. Пока я не поняла, благодаря психологу, что я самостоятельная. Я несу ответственность за свою жизнь. Папу надо отпустить. Замены папы нет. Мужчина, которого вы ищете, не должен решать ваши проблемы. Не должен брать за вас ответственность. Не должен за вас работать, например. Этот мужчина не должен покрывать проблемы ваши с папой. И когда говорят, я устала, хочу на ручке, я хочу быть девочкой. Это очень просто красивые слова, когда человек хочет уйти от ответственности. И у нас очень многие женщины этого хотят. Потому что они отцами своими, да и недолюбленные с детства. Вот в чем проблема. Не в том, что жизнь тяжелая, кредиты, и я одна воспитываю ребенка. Дело в том, что мы находим не тех мужчин. Потому что мы не разобрались со своим папой с самого начала. Я вот разобралась, это прошла. Естественно, надо блокировать, прекращать общаться. Зачем вы в него вцепились? Он с вами быть не хочет. Во-первых, он об этом сказал. Знаете, как говорится, нет, значит нет. Он вам прервал отношения. Нет, что он выходит на связь, вы надежду вкладываете. Вы смотрите по факту на действия. Он сказал нет. Ничего, скажем так, не предлагает вам. Просто пудрит вам мозг. А вы на это ведете. Потому что вам это нужно для чего-то, вы этого хотите. Все же от вас зависит. Я не хочу разрывать эту связь. Очень интересно, как мне поступать. Но я вам предлагаю либо разрывать эту связь, либо продолжать мучиться. Вам это в кайф. Вы от этого кайфуете. Не хотели бы, вы бы его забыли. Вы за него зацепились. Потому что вы считаете, что с ним было все идеально. У вас и с мужем было все идеально. Как вы прямо сказали, после свадьбы он уже себя вел нехорошо, а потом скрывался, а потом он так себя плохо... И мы расстались прям вообще, короче, после рождения ребенка. Так где гарантия, что с этим мужчиной так же не будет? Поэтому он вам ни свадьбы, ни будучи, ничего не обещал. Он знает себя, он не хочет, может быть, этой ответственности. Он к этому не готов. Может, когда-то ваш муж, скорее всего, был тоже не готов к этому. Если поанализировать бывшие вот эти отношения. А стопоритесь вы и в новые отношения не можете вступить. Зайкорились, задержались на этом мужчине. Потому что он эмоционально вас задел. Это то, что вы искали. Это идеальный вариант, например, невротический для какой-то игры определенной, психологической, которую вы хотите проигрывать. Но просто вы не знаете потаенных, скажем так, камней, как бы могло с ним произойти. Поэтому расстался он с вами, вы должны уважать его выбор в том числе. Не можете вы быть насильно любимым ему. Если бы он хотел, он бы был с вами, он бы не расстался. Или подумал и вернулся, понял, что он сделал ошибку. Но ничего этого нет. А как его отпустить? Ну, для начала прервать с ним общение и заблокировать то, что вы делать просто не хотите. Вы сами это тянете, эту жвачку растягиваете. Вам никто так не поможет. Надо конкретные действия. Вот первое конкретное действие. Вы должны его заблокировать, перестать с ним контактировать. Пройдет 2-3 месяца. Все, начистую заблокировать. Не для вида, как вы это обычно делаете. И вы это вообще даже для вида делать не хотите, отрицаете. Решиться на этот шаг. Очистить свой мозг хотя бы, свое поле. Потому что он сидит в вашей голове. Сидит потому, что вы не прекращаете эту связь. Вот и все. Вы таите себе надежду. Для начала обрубите надежду. Контакт с ним. Потом ваш мозг прояснится, и вы будете искать другие отношения. Хотя бы так. Напишите комментарий, что вы посоветуете героине письма. Дайте ей, пожалуйста, отдельный совет. Если мой совет, может быть, ей не подойдет или не понравился. Под видео я оставляю всегда почту. Для того, чтобы вы записались на консультацию психологическую. Или присылали свою анонимную историю для разбора видео. Спасибо за внимание. Поставьте пальцы вверх этому видео. Лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока.